девочки мои дорогие приветик посмотрите какая у нас погода опять сыпет такая мелкая сыпь нехорошая изморозь я уже пришла с работы у меня орхидейки зацвели вот это моя любимица у нее такие нежные нежные розовые полосочки так она вроде беленького такие большие цветы я и все время хвастаюсь зацвела опять снова смешную стрелку выбросила от старой стрелки его цветет еще одна тоже но это уже белая но у нее другой цвет надо их кстати полить уже две недели прошло ну как полить я их в ванной замачиваю вот это тоже цветет 2 листочка 2 цветочка смешная такая но выбросить жалко так здесь еще стрелочку пустила 1 получается это уже давненько цветет моя инвалидочка тоже она смешная у меня такая она как только цветает у нее отваливается один листочек так что здесь еще одна вот она тоже стрелочку куда-то в бок впустила надо обязательно сегодня заняться орхидейками протереть уже все в пыли за две недели не занималась я что-то сегодня такая уставшая после работы и на работе было как-то плохое самочувствие да вы сейчас каждый это все твоя диета но выходит то что это моя диета тут я замучилась этой диетой в плане того что не оправдала на тех надежд их тех ожиданий я там думала что у меня там чуть ли не по килограмму будет отвес ну нет не тут то было или я что-то делаю неправильно либо организм у меня уже как-то смешно реагирует мой жир держится за меня не хочется расставаться ну не на каких условиях я уже здесь начала стирку ну как начала только подготовила сейчас включу машинку на первую стирку белье рассортировала видите какая погода сушить не знаю как опять в доме и очень много стирки за еле старалась эти выходные кстати дома и еще не решила как и что потому что в понедельник у дочи будет день рождения скорее всего придет дома поздравить надо будет наверное на обед или на ужин на понедельник что-то приготовить обязательно тортик постряпать как-никак день рождения доченька сегодня у нас на работе вчера тоже работала и я пришла на правда пропылесосила пыль протерла не хочу сегодня мыть пол не хочу убираться сейчас пока стирка будет единственное что она не успела это посуду убрать я с утра здесь эту кашу тыквенную с пшеном или пшенную с тыквой вот так правильнее будет готовила надо сейчас загрузить шпиль машину вернее она уже полная как-то все сумбурно я хочу сказать что тяжеловато наверно для человека который работает каждый день монтировать и снимать видео как-то напряжно я вчера очень поздно спать легла потому что вчера еще закупались еще кое-какие дела были и так вон видите в раковине еще сколько всего стоит намоченная чечевица это мне на ужин на завтра очень тоже интересный супчик и вот даже не знаю как мне быть приготовить его сейчас будет наверное уже завтра невкусно там знаете такой интересный супчик его не нужно варить это оля крошка но он такой интересный по рецептуре хочется конечно вам его показать и я наверное это завтра сделаю с утра потому что сегодня с вечера нет резона готовить я думаю что завтра уже будет невкусно такой супчик лучше кушать свежеприготовленным и мне сейчас надо будет еще сбегать в магазинчик кое-что подкупить потому что вчера вечером уже поздно есть или закупаться после того как серёжа приехал с работы и вот я не знаю как где но у нас вот в наших район не до в наших районах когда ты приезжаешь в магазин после 6 вечера там ловить абсолютно нечего вот даже элементарно вроде дорогая рыба вот этот лак с подкопченый пустая полка который еще подороже есть а вот который вот самый такой низкий по цене полка абсолютно пустая и вот не знаю вот у меня всегда так все что мне нужно почему-то либо закончилась тут же при мне либо вообще не начиналась чечевицы я уже приготовила я ее утром хорошенечко промыла прям на несколько раз и замочила в холодной воде и вот она буквально закипела я собрала пену перемешала и все и на друшлачок чтобы стекла лишняя вода и она готова ей долго варится вот особенно красный варится вообще долго не нужно это коричневая долго варится вот красная зеленая не долго варится но при этом она очень полезная и здесь у меня уже в овощи отдыхают 100 грамм помидор на 150 грамм чечевицы столько листьев намыла потому что сделаю двойную порцию сейчас делаю себе немножко и потом уже наверное дочи когда она придет с работы поздно вечером может захочет она поесть салатик сделаю и тоже сережина вряд ли такой будет кушать салатик я уже нарезала сейчас я добавлю бальзамика и нужно будет перемешать оставлю настаиваться посмотрите какой он красивый получается порса просто огромная не знаю съем ли я такое количество салата думаю что будет очень вкусно сейчас он немножко настоится я добавила сюда перчик у красного который острый жгучий и немножко бунты фефер но вот который я все время везде добавляю мне нравится как он пахнет я не солила потому что чечевичку присаливала когда она варилась я думаю что соли будет достаточно я бреда и вот посмотрите я же говорю закон подлости на мне всегда все заканчивается мне нужно два ролика для датайк а остался один последний вчера в полфандии рыбки для меня не было сегодня вреду нету для датайк это как понимать вообще авокадо здесь хас стоит евро 59 хочу взять вроде выглядит ничего сейчас возле витрины с овощами два русских дедушка стоят и возмущаются кальраби говорит буквально месяц назад стоило 49 центов сейчас 79 ну куда это годно вот такие у нас цены ставлю на овощи на фрукты все подорожало самые дешевые яйца евро 29 стоит ну и там уже дальше по списку пришла домой у нас уже стимнело на улице сейчас я пропаду это снова я просто дома никого нету везде темно я так выхожу и за собой свет выключаю надо мне вас поставить на штатив наверно чтоб не было удобнее разговаривать ну так вот про покупки купила я укроп которого не было вчера в магазине кауфлан купила я все-таки копченый лосось мне нужно это будет для супа на завтра и потом еще хочу бутербродики сделать на стол когда дочь и буду накрывать урвала это тайг купила снова хумус для доченьки евро 49 стоит блеттер тайг вы видели стоит 79 центов он немножко поярче чем я брала вчера в кауфланде но съели папа с дочью съели купила я все таки еще одно авокадо но лишним никогда не будет купила три вот таких огурчика они тоже нужны будут на суп один огурчик вот такой 65 центов стоит надеюсь что они вкусные вот но тот огурец кстати неплохой показывала вам еще купила паприки мое семейство кушает как яблоки евро 99 вреда она была не знаю как на вкус попадается что вообще как никакая да безвкусная и еще знаете что купила вот такую коробочку конфет от линдет у доченьки день рождения как-то скучно будет просто конверт снегами дарить и я просто как-нибудь так как-нибудь вот так думаю что симпатичненько да ну вот все покупочки в принципе зачем я и ходила в магазин у меня там еще посуда вот я помыла руками и когда шпюлька домоется я все это потом уберу разберу решила что я вам покажу набор продуктов которые должны быть на завтра а уже суп наверное сниму отдельно как я его делала так я думаю что будет лучше показываю набор продуктов на завтра вот это все на немецком языке девочки кто в германии оставляю вам может быть вы не дождетесь меня и начнете готовить вас заинтересует какие же продукты завтрак 250 миллилитров кефира 100 грамм замороженных ягод по плану стоит эльберры то есть клубничка у меня малина думаю шпилькайной роли то есть без разницы хаферш флокон овсянка две столовые ложки овсянки обед вот этот интересный суп я вообще правда если вы пробовали такое поделитесь как вам было на вкус стоит ли не стоит но я хочу попробовать естественно хочу попробовать с вами поделюсь если вы не пробовали в общем нужны будут огурцы написано что один салат гуркин наверное один большой огурец то вот стандартный который я наверное три все-таки возьму их нужно будет натереть нужно будет йогурт фольмельш йогурт я думаю что без разницы да наверное какой три с половиной процента 7 процентов просто натуральный йогурт соль перец укроп лосось также в рецептуре стоит что нужно будет лимонный сок немножко сахара и льняное масло я наверное добавлю масло виноградной косточки у меня льняного масла нет закончилась и вот я почему-то не люблю не тыквенное из тыквенных семечек масло не льняное или я покупаю не то для меня очень горько кстати девочки посоветуйте от какой марки вы берете эти масла может быть и я попробую мне понравится ну вот набор продуктов на суп это будет обед дальше перекус будет состоять состоять из двух вот таких райс вафель как это сказать рисовые вафли да вот такие воздушный рис простой пресный не соленый и одной четверти авокадо то есть на 2 вафельки размазать одну четвертую часть авокадо я думаю что если немного присолить и капнуть лимонный сок это не повредит но будет вкуснее и на ужин цукини с одной паприкой это будет теплый салат с фета цукини и паприку нужно будет с добавлением одной столовой ложки растительного масла протушить добавляется 50 грамм сыра фета и столовая ложка кедровых орешек естественно это все нужно будет еще приправить стоит что нужно будет добавить тысяч уксус мед немного перца но я думаю что лимонный сок тоже можно ну вот девочки все что понадобится на завтрашний день еще небольшой советик по поводу супа предыдущего который тыквенный если вы будете его все-таки готовить и будете готовить его с грушей груш уберите не очень спевший потому что у меня была груша переспевшая уже прям такая я думаю что когда груша такая будет немножко жестковатая она прям хорошо поджарится и будет на зубах хрустеть вместе семечками в супе мне так кажется следующий раз я так и сделаю просто в этот раз у меня груша уже были переспевшие знаете что хочу показать я же когда еще шла с магазина заглянула в почтовый ящик я еще посылку забрала тут прошли пришла небольшая сейчас вам покажу так здесь куча рекламки валидин стак на дворе везде цветочки конфетки так чтобы адрес не показывать догадались что пришло это уже последняя третья посылочка от глоссе бокс сейчас я вам покажу что там я уже заглянула конечно мне же было любопытно что потом сильно долго не распаковывать не шелестеть ну в этот раз она очень скромненькая такая хочу сказать так что здесь вот такая бамбуковая зубная щетка я вот не помню дочь по моему покупала себе такие я вот не помню пользовалась я такими или нет ну в общем зубная щетка я как раз новые кстати купила ну еще будет так сухой шампунь от батисты мне кстати нравится сухие шампуни от батисты но вот такой я по моему не покупала будем пробовать так что здесь у нас а здесь это маска для губ интересно так и это я так понимаю что это блеск для губ или помада для губ я вот вообще не сильно в этом во всем особенно в декоративной косметики так это ужас это вообще не моё да вот такой тон думаю что дочь и понравится она любит такие оттенки так где же книжица опять куча и на хэлло фреш я еще кстати ни разу не пробовала все никак не могу решиться я думаю уже все девчонки попробовали я еще никак не пробовала надо как-нибудь настроить себя и заказать попробовать что же это такое уже из развешанных продуктов готовить вот она это книжица вот классе бог сейчас посмотрим я имею ввиду что по ценам да что это такое что могло бы быть а вот и маска для губ 10 евро стоит нормальная цена так наш соседский малыш уже опять у него вечерние забеги начались вот такая штучка стоит 1450 этого в коробочке не было а вот собственно и щетка которая из бамбука стоит она 395 но не дешевая и сухой шампунь стоит 399 но по-моему так и стоит но бывают скидочки на него так что у нас еще и все также еще здесь скидочные купоны как обычно 15 процентов скидочка на вот этот онлайн магазин я вам про него говорила дочь и покупает там себе иногда заказывает себе кое-какую одежду но это наверно больше молодежные ну либо кому нравится такой стиль вот вот такая коробочка в этот раз но в этот раз она прям скромненькая скромненькая все это было последнее третье